Скоро уже зима и, как всегда, придет она нежданно и негаданно. Абсолютно неожиданно, как это бывает, выпадет первый снег и наступит снородный праздник – День жестянщика. Предлагаю найти более приятный повод для празднования, а пока отправляемся менять летнюю резину на зимнюю. Менять летнюю резину на зимнюю нужно уже при среднесуточной температуре от плюс пяти до плюс семи градусов. Такой настоятельный совет дают госавтоинспекторы водителям. В данный период времени дорожное покрытие непредсказуемо. Вечером может быть мокрый снег, утром гололедится, поэтому водитель должен быть готов к дорожной ситуации. В данный период времени совершается в три-четыре раза больше дорожно-транспортных происшествий. Одной из причин – это именно несмена летних шин на зимнее. Вообще, по правилам, это нужно сделать, когда температура начинает регулярно опускаться ниже плюс восьми градусов. И ничего страшного, если вдруг случится потепление. Гораздо хуже оказаться на скользкой от наледи дороги на задубевших летних шинах. Вы уже успели сменить резину летнюю на зимнюю? Еще нет. А когда планируете это сделать? Ну, учитывая, что у меня шипованная зимняя резина, я подожду, пока осадки не выпадут. Летнюю резину на зимнюю поменяли уже? Конечно. Да, вот посмотрите, шипованная уже стоит. Но просят в ГАИ сменить не только покрышки, но и сам стиль вождения. Уже осень, надвигается зима, утром будут заморозки, мокрый снег. Поэтому водитель должен, прежде всего, снижать скорость движения, не делать резких маневров, соблюдать дистанцию. Она уже должна быть больше, чем летом. А также быть очень внимательным при проезде пешеходных переходов и перекрестков. Как выбрать зимние шины? Вопрос, казалось бы, не из сложных, но не тут-то было. Большинство людей считают, что подойдут поддержанные зимние покрышки, которые обойдутся дешевле, чем новые. Но, к сожалению, автовладельцы порой не задумываются о том, что выбирая шины, они прежде всего выбирают степень своей безопасности на дороге. Конечно же, лучше покупать новую резину, потому что новая резина, как бы дается гарантия на нее. БУ-резина, она уже потеряла свои свойства, эластичность. Ну, желательно, конечно же, приобрести новую. Шины для легковых автомобилей бывают трех видов. Зимние, летние и так называемая всесезонка. Специалисты все же уверены, что ездить летом нужно на летних шинах, а зимой на зимних. Температурный диапазон в Беларуси очень велик. И ни одна всесезонка не сможет похвастаться хорошей и безопасной ездой, как при минус 20, так и при плюс 20 градусов. Так какие же шины подходят больше для нашего климата, спросим у специалиста. Каждый исходит из своих финансов. Допустим, если в странах, допустим, России, тогда обычно люди ставят шипованную резину. В нашем же климате помягче, чтобы... То есть Россия довольно хорошо идет, Сербия, импорт довольно недорогой. Ну, каждый зависит от своего кошелька. Себе бы я взял бы «Континенталь», хорошая резина. «Континенталь», «Мишелин», вот такая резина. Но это наша же безопасность. По данным гидрометеоцентра, уже в понедельник мы с вами ощутим дыхание зимы. Впереди выходные, поэтому есть еще время сменить резину. Кстати, купить новую обувь для вашего автомобиля вы можете прямо сейчас, не выходя из дома, через интернет-магазины. Это быстро, удобно и экономит ваше время. Переобуть одно колесо на шиномонтаже сегодня стоит в среднем 65 тысяч белорусских рублей. И помните, доверяйте только профессионалам. От этого зависит ваша безопасность. Субтитры создавал DimaTorzok